привет ребята серия новогодних рецептов для гриля продолжается сегодня будем делать лосося причем не просто так а это будет лосось горячего копчения вот у меня тут такие две тушки две верные два филе больших каждая примерно по килограмм килограмм 100 и сейчас мы это все дело закоптим в режиме лоун слоу на угольном гриле да сразу хочу сказать что этот рецепт к сожалению не универсальный то сделать его на газовом гриле и на электрическом будет затруднительно но мы конечно можете попробовать на газовом точно будет слабо потому что на газовом копчение не такое явное как на уголь этот рецепт можно спокойно сделать на угольном гриле 57 сантиметров и на активно точно да кстати хочу вам еще таскать прорекламировать рецепт чем тем что он скажем так относительно быстрый потому что он не требует длительного маринования рыбы то есть мы это будем делать сухим маринадом и у нас будет стоять всего-навсего под ним где-то часа два ну максимум три то есть а потом уже начнем картить теперь обзор ингредиентов что нам будет нужно на самом деле не очень много традиционно оливковое масло перец соль я взял такую-то морскую крупную соль соль кстати не иудирование должна быть то есть обычная соль сахар я использую коричневый эстрагон кстати эстрагон можно не добавлять тут на самом деле опциональная вещь виски можно взять бурбон совершенно спокойно сметана пожиже там 10-15 процентов лимон апельсин и небольшой пучок укропа ну и лосось про лосось я вам уже сказал кстати хочу обратить внимание что я сегодня буду готовить два вот таких филе больших каждая группа килограмм килограмм 100 можно делать и одно просто если вы делаете на новогодний стол вот как раз два филе это примерно на ну так шесть-семь порций то точно из дополнительного оборудования нужно будет только две вещи нужно будет фольга толстая и дрова для копчения в данном случае я считаю что отлично подходит яблоко поэтому я яблочный дрова еще нужно будет силиконовая кисточка ну все давайте начинать нужно начать замешивание пряной смеси пряную смесь я замешаю в такой вот штуке значит потому что из нее потом удобно будет засыпать на самом деле можно просто в обычной какой-то емкости пряная смесь не совсем обычная нам потребуется 6 ложек сахара без горки 6 ложек соли с ложки столовой и 4 чайные ложки свежемолотого перца на самом деле можно использовать сразу молотый перец но тогда он поскольку он мелкий лучше использовать не 4 а где-то 2 и поскольку я буду молоть то 4 ну вот значит прямая смесь ее нужно размешать это не обязательно делать ложкой то этой емкости и удобно закрыть и просто такой шейкер вот она у нас началась все поскольку пряная смесь готова она такая очень простая теперь нужно поработать филе что нужно сделать нужно единственно что убрать косточки вот эти который торчат это делается пинцетом я кстати опять где-то посеял потерял на мастер-классе пинцет для рыбы поэтому буду использовать обычный пинцет из маникюрного набора но сейчас это увлекательнейшие занятия закончу мы продолжим все процедура закончена косточки все теперь ее нужно посыпать прямостями значит смотрите кстати по поводу забыл сказать я ведь ее рыбку держу на таком типа аля подносе вот можно очень удобно на подносе это делать вот потому что не может сок течь и плюс еще прямая смесь будет рассыпаться я прям вот на этой крышке беру ее в холодильник после того как мы засыпем прямой смесь она должна будет полежать вот теперь вход идет эстрагон эстрагона нужно ну на самом деле по вкусу я еще раз говорю что можно было добавлять ну примерно там три-четыре чайных ложечки вот прям посыпать рыбу сверху ну вот а теперь идет вход наша пряная смесь ей нужно прям щедро посыпать филе вот со стороны мяса ну вот и все прямая смесь закончилась вы не волнуйтесь что ее так много на самом деле она постоит в холодильнике пару часов и потом это нужно будет смыть просто все ну а теперь убираем нашу рыбку в холодильник она должна стоять в холодильнике минимум час в идеале три ну я подержу может быть пару часов пока рыба стоит можно совершенно спокойно расслабленно сделать две вещи это глазури слов глазурь вообще элементарно глазурь да то есть это две столовых ложки оливкового масла и две столовых ложки виски все это смешать больше ничего не нужно добавлять вот теперь я ее просто накрою пленочкой в холодильник пока нам не потребуется потребуется сразу как только мы принесем рыбу делаем соус сначала нужно немножко рубить укроп причем укропа нужно всего две столовых ложки в рубленом состоянии вот не то чтобы совсем в кашу так вот средненько теперь берем пол банки сметаны отправляем туда укроп весь добавляем примерно пол чайной ложки соли и четверть чайной ложки перчика и все это размешиваем ну вот кстати в этом соусе будет еще один ингредиент это лимонный сок но мы добавим его прямо на кому не подачи и потом еще раз взбодрим соус а сейчас под пленку и в холодильник ну вот ребята смотрите два часа прошло вот как она выглядит через два часа кстати обратите внимание что она покраснела стала более красным ну и вот сок выделился теперь ее нужно просто помыть под холодной водой но вернее смыть вот эти вот остатки прямой смеси ну вот сейчас ее нужно обсушить хорошенько бумажным полотенцем чтобы всю излишнюю влагу снять посмотрите какая красная стала прям вообще теперь я ее перекладываю обратно на поднос а вот теперь пришла очередь нашей смеси виски с оливковым маслом и взбодриваю кисточкой и просто наношу сверху на рыбу слишком сильно не надо ее покрывать чтобы она там мокрая была там совсем ну так слегка ну вот собственно и все теперь следующий этап тоже довольно простой нужно эту рыбу поставить сок значит как ее можно сушить ну самый быстрый способ это если у вас есть вентилятор думаю можно так оставить прямо на столе поставить вентилятор чтобы он ее до нам необходимо чтобы поверхность немножко подсохла вот если с вентилятором то это где-то минут 30 если без вентилятора то это час-два в холодильнике то есть чаще всего несу холодильник мне кстати повезло у меня в холодильнике есть вентилятор я поставлю под вентилятор холодильника вот нас тут пока рыба сохнет можно сделать как раз все нужные телодвижения с фольгой мы из нее сделаем во первых мы сейчас завернем отсекатель в фольгу вот кстати я буду готовить на 5770 поэтому у нас да кстати я когда будем готовить на гриле я расскажу как это делать на обычном кетле например на оригинале и на мастер тачи поэтому не волнуйтесь итак сначала завернем отсекатель а теперь нужно сделать две подложки под рыбу мы будем готовить на решетке конечно но она будет лежать не просто на решетке она будет лежать на фольге поэтому я сделаю две сейчас таких подложки под каждую рыбку такого типа ну теперь когда ждем когда его подсохнет и после этого уже сразу принесем на гриль ну вот ребят у нас там 30 минут осталось до тех пор пока рыба подсохнет она там прекрасно сохнет кстати вот и можно уже заводить гриль поскольку мы готовим в режиме слабого жара нам нужно чтобы температура была где-то в районе 120 140 градусов вот причем я буду использовать отсекатель потому что жар должен быть не прямой кстати по поводу я готовлю сегодня на 5770 у нас есть отсекатель все аксессуары для копчины если вы готовите на каком-то другом гриле например на оригинал кету или на мастер тачи то там нужно использовать либо метод два кирпича вот как в наших видео видели там рваная свинина либо змейку причем так можно готовить и летом зимой учат где-то примерно минус 7 минус 8 градусов и у нас все будет хорошо так что под новый год этот рецепт точно можно приготовить кстати коптиться рыба будет где-то примерно часа полтора может там час сорок час пятьдесят вот поэтому угля нужно не очень много я обычно вот больших брикетов таких засыпаю там штук 20-25 вот и сразу возьму дровишки нужно будет два ну вот примерно таких . значит а что с углем поскольку у нас его мало вот я не хочу использовать старлер я сделаю следующую конфигурацию в центр кладу три брикета их их я буду поджигать и сразу рядом с ними выкладываю дрова чтобы они у нас задымили как можно раньше и дальше просто эти дровишки откладываю самом деле даже многовато угля получилось ну вот примерно так таким образом организовываем и теперь просто поджигаем я подожгу его горелкой теперь сверху можно устанавливать диффьюзер дальше решетка как обычно кстати решетку можно не чистить потому что у нас рыба все равно будет готовиться на фольге вот пока я оставляю крышка открытой для того чтобы уголь побыстрее разошелся этот спрашивает за кадром зачем мы сушим рыбу и знаете когда она подсохнет у нее сверху образуется такой слой такой липкий вот этот слой он отлично притягивает дым то есть именно вот для этого мы ее подсушили если она будет сырая то дыма ей прилипнет меньше и соответственно уже копчение будет не такое эффективное но смотрите красотища она подсохла вот стремительно темнеет на улице поэтому я думаю что поставим мы ее точно при свете а вот снимать уже конечно будем темноте ну смотрите дальше все очень просто дальше берем заготовленную фольгу вот и выкладываем рыбу прямо на фольгу все теперь это все несём на грей поехали отлично кстати гриви что холодный вот он даже до холод и это очень здорово значит почему потому что холодным продуктом вообще в принципе и в холодном скажем так окружении дым прилипает лучше дальше все просто укладываем рыбу на решетку я делаю такие небольшие бортики что потом легче снимать было вот и закрываем гриль кстати по поводу верхних нижних заслонок это нас верхняя заслонка замерзла отогревает на вот что значит оставлять гриль без чехла на улице я говорил мне многие спрашиваете по зачем чехол зачем а вот для значит смотрите в начальной стадии вот сейчас пока он холодный нужно держать интенсионные заслонки и верхнюю нижнюю полностью открытыми полностью значит у нас верхняя открыта и нижняя полностью открыт все продолжаем вернее начинаем готовить и ждем когда он нагреет ну все теперь можно расслабиться на полтора часа вот и придем где-то через час я приду проверить как все происходит ну что посмотрим смотрите 90 градусов самая но вот сейчас пришло время прикрыть заслонки я закрываю они не заслонку и ставлю ее на режим копчения вот сюда на эту точку над дымком и все можно дальше коптить совершенно спокойно кстати прошло 40 минут и я еще забыл сказать что вот нужно готовить я сказал что нужно готовить и полтора двух часов на самом деле можно термометром измерять температуру рыбы она когда будет готова у нее температура будет порядка 60 градусов в этот момент и уже можно будет снимать прошло полтора часа контрольная проверка температура 115 прекрасно сейчас на рыбку заглянем а какая прелесть да ну по-моему она уже готова я уже вижу можно снимать если замерим 64 что отлично вообще идеально попали все можно снимать надо рысь и уже вот ожидает в радостном нетерпении аккуратно берем рыбу за фольгу кстати с нее течет сок имейте это ввиду и и можно загнуть чтобы просто не обляпаться этим соком все и сразу к естественно сразу заносим в тепло потому что на улице холодно я сразу копченое филе лосося тут кстати вот только занес ароматище такой вообще прям копчение мощное отлично сейчас будем пробовать ну что приступим ящик просто сдвигаю аккуратно чтобы сок потек на стол ну и помните да у нас еще апельсин и лимон что с ними нужно сделать нужно взять цедру половинки лимона и цедру половинки апельсина кстати до снимаем только желтую часть вот у нас цедра лимона кстати если делаете больше можно цедра больше сделать ну там весь лимон а теперь апельсин ну вот у нас цедра снята кстати цедра здесь данном рецепте не просто для украшения используется она придает аромат и вкус отлично сочетается кстати с копченого вообще цедру пока выберем и лимон нам нужно примерно столовую ложку сока лимона а ремонт кстати отличный это узбекский вот выдавить ее прямо в соус даже больше чем столовая ложка теперь соус перемешиваем вот сразу сфермирую подачу я кстати для подачи рекомендую использовать зелень ну вот я взял рукколу авокадо и огурчик тонко порезанный вот сейчас я на них выложу лосося а соус подадим отдельно теперь снимаем лосося с фольги он по идее должен достаточно легко отойти потому что обычно рыба здесь не прикипает к фольге ну если он даже не отходит то можно его просто от кожи отделить и тут же кстати можно его под надрезать чтобы легче было снимать ну то есть например вот так вот вообще я люблю подавать его без кожи поэтому сейчас делаем такую операцию просто снимем его из кожи нужно завести вот так лопатку и аккуратно аккуратно отделить на у нас кусками отделяется вот и прям филе подаем ну и последний штрих берем вареное яйцо красивый элемент и посыпаем это немножко цедрой цедра кстати да вот это вот смесь даст такой прям новогодний аромат что для апельсина ну и подаем это соответственно соусом прям таким образом ну все подачу мы от фото ли вот ребят смотрите какая у нас отличная рыба какое отличное копчение кстати копчение можете регулировать но на мой вкус вот это вот предел то есть больше не нужно регулировать количеством дровишек то есть хотите по посильнее значит побольше слабее поменьше ну что надо это ответить разумеется вода сок какой значит ну чтобы он передать вкус во первых увидите да что это невероятно сочная рыба с нее прям реальность аж течет вот во вторых копчение вот я уже сказал да что больше не надо потому что на мой взгляд дальше уже будет копчение будет уже конкурировать спорить с рыбой со вкусом самого мяса здесь прям самый идеальный вариант еще мне очень нравится баланс сладости потому что сахар дал сладость легкую такую сластинку вот и соли здесь тоже ну прям вот идеальное количество не больше не меньше ничего не добавить не убрать и пряности вот у меня за кадром народ переживал там типа немного ли перца 4 там чайных ложки перец ребят только для аромата он здесь практически не чувствуется никакой остроты получается очень деликатный очень такой интересный праздничный вкус особенно когда мы добавляем целую да то есть появляется аромат как я уже сказал праздничный новогодний я еще хочу попробовать с соусом это дело чуть-чуть буквально капельку соуса вот этот соус он такой же нежный может быть еще нежнее чем рыба очень хорошо что у нас постоял соответственно укроп дал свой аромат и в соусе как раз есть та самая необходимая здесь кислинка то есть кто-то любит подпочитает рыбу с лимоном то вот это вот прям идеальный соус ну что коллеги я с вами прощаюсь еще раз презентую это замечательное блюдо кстати хочу в заключение сказать вот вы не смотрите что тут какая-то зелень там яйца рыба на самом деле вот с этим соусом это блюдо очень сытное я не уверен что люди с таким куском потом доползут до салатов то есть она действительно такой рыба еще достаточно жирная но я взял хорошего такого насуся короче если кто-то хочет провести такой рыбный новый год или там праздник то пожалуйста велкам пробуйте вам непременно понравится ну что до следующих встреч всем пока и ароматного вам барбекю